В 16 веке под влиянием идей гуманизма происходит раскол римско-католической церкви. Появляются новые религиозные течения. Этот процесс получил название реформация. Реформацию часто называют религиозной революцией и действительно это была революция в сфере сознания людей. Основными причинами реформации церкви были. Причина первая. Обмерщение сознания под влиянием идей гуманистов. Люди стали больше думать о важности мирских вопросов. Второй причиной было нежелание католической церкви идти в ногу со временем. Строгое соблюдение обрядов, культы святых мощей. Еще одной причиной реформации был конфликт церкви со светскими властями. Шли постоянные споры о земельных владениях. Невежество и безнравственность служителей церкви, вызывающие недовольство народа, были четвертой причиной грядущих перемен. В результате люди стали искать новые религиозные формы, основанные не на обрядах, а на внутренних устремлениях человека. Родиной реформации стала раздробленная Германия, где это движение поддержали светские князья и богатые горожане. Первым, кто бросил вызов католической церкви, стал монах Мартин Лютер, профессор богословия Виттенбергского университета. Противостояние началось в 1517 году. В Германию прибыл папский посланец с ворохом индульгенцией, платным отпущением грехов. В ответ Лютер прибил на воротах монастыря 95 тезисов против. Через три года в присутствии студентов Лютер сжег папскую бумагу об отлучении его от церкви. Еще через год Лютер был вызван на императорский суд. Друзья Лютера всячески отговаривали его ехать, но он был непреклонен. По пути в Ормс, где должен был проходить суд, его встречали толпы народа, которым он проповедовал свое учение. На самом суде Лютер отказался отречься от своих убеждений и вынужден был скрываться у правителя Саксонии, где перевел Библию на немецкий язык. К чему же призывал Лютер? Для верующих он отвечал на главный вопрос, как достичь спасения души. Человек может спастись только верой, а обретается вера через милость Бога и не зависит от заслуг человека. Только Священное Писание является авторитетом в делах веры. Для церкви Лютер предлагал следующее решение. Растолковывать верующим Библию. До этого все священные тексты были только на латыни. Священника выбирала сама община. Отказ церкви от дорогих и длительных обрядов и подчинения светским властям. Богослужение должно вестись только на родном языке. Основанная Лютером церковь стала называться Лютеранской. Успех этого учения был связан прежде всего с разложением традиционного общества. В центральной части и на юге Германии начались народные волнения, переросшие в крестьянскую войну. С 1524 по 1525 годы крестьяне боролись не только с церковной, но и светской властью. Их борьба закончилась поражением. Вслед за крестьянской началась умеренная княжеская реформация. Император Карл V подтвердил запрет лютеранства. В ответ князья выразили ему протест. Война протестантских князей против императора и князей католиков продолжалась до 1555 года. Ни одна из сторон не хотела уступать в страхе потерять власть. В 1555 году наконец-то был заключен религиозный мир. Это соглашение получило название Аугсбургский мир. По условиям договора князья могли сами определять свою веру. Подданные же их были обязаны придерживаться веры правителя. Этот принцип получил название «Чья земля, того и вера». Север и северо-восток Германии приняли лютеранство, а юг остался католическим. Итоги реформации в Германии получились неоднозначными. С одной стороны церковь стала более дешевой и близкой народу. С другой стороны была закреплена раздробленность Германии, что еще больше мешало образованию централизованного государства.